Что из себя представляет Юрфоклиника? Расскажите, пожалуйста. Медицинский центр Юрфоклиника, она функционирует на рынке частных медицинских услуг в течение 12 лет. И за эти 12 лет она позиционирует себя как многопрофильный медицинский центр, в котором оказываются медицинские услуги населением с разными заболеваниями. Это хирургические болезни, гинекологические, практология, неврология, терапия. Также в сфере услуг Юрфоклиника имеются диагностические методы обследования. Это УЗИ, эндоскопия, в том числе гастро- и колоноскопия, лабораторная диагностика, кардиофункциональные обследования, это ЭКГ, установка суточного ЭКГ-монитора и установка суточного АД-монитора. Также проводят прием, ведут врачи-специалисты, это хирург, практолог, бариатрический хирург, гинеколог, терапевт, невролог, кардиолог. Ну, покажите, вот сейчас мы в холле находимся, да? Да, вот здесь у нас холл, регистратура. Какой порядок обращения пациентов? Пациенты, заходя в клинику, сначала обращаются в регистратуру, где они уточняют сфектор услуг, потом они проходят здесь оформление, после этого они проходят дальше в кассу, где проводится оплата медицинской услуги, и в последующем они уже обращаются в соответствующие кабинеты, к соответствующим специалистам. Оплата всегда, она прописана в каких-то тарифах, да? Вот я вижу здесь информацию. Да, у нас есть функционирующий... Информация для пациентов, пожалуйста. У нас есть функционирующий пресс-курант, ценноуслов, он у нас есть и в наших соцсетях тоже, то есть население может ознакомиться. Дальше у нас на этом же этаже, для удобства пациентов, мы перевели кабинет УЗИ сюда, рядом с КАСА, чтобы пациентам было удобно, и здесь же проводятся ультразвуковые исследования. На аппарате Филипс, Афинити, это аппарат у нас, ультразвуковой сканер экспертного класса. Помимо ультразвуковой диагностики, мы здесь также проводим инвазивные диагностические процедуры, это значит, под контролем УЗИ берем пункции, биоптаты из доброкачественного, злокачественного образования щитовидной железы, молочной железы. Можем под контролем УЗИ эвакуировать различные жидкостные гнойные образования, жидкости из плевральных полостей. Под контролем УЗИ мы можем вводить лекарства в полость сустава. То есть многие процедуры мы стараемся делать под визуальным контролем врача. Это очень важно, наиболее точно и безопасно для пациента. Далее рядом здесь с УЗИ кабинетом расположен у нас смотровой кабинет. Он больше у нас носит как... То есть для всех, кто приходит сюда, это обязательно? Да, потому что очень важно, пациентам здесь как бы проводится сортировка. Пациент обращается с острой болью в животе, с повышенным давлением, с плохим самочувствием. И чтобы определить, какому специалисту этот нужен, этот пациент нуждается, здесь проводят осмотр врачебный, где проводят прием врачей всех специальностей. Определяем дальше дальнейшую диагностическую тактику и проводим дальше уже более точные диагностические обследования. Если сейчас такого нет, давайте заглянем. Да, как раз здесь у нас сидит доктора. Это хирург, хирург на приеме и анестерилов. Спасибо. Дальше, после оформления, если пациент нуждается в стационарном лечении, они уже после открытия всех медицинских документаций, они уже дальше проводятся в клинический блок. Вот сейчас мы идем клинический блок. Это клинический блок. То есть клинический блок – это там, где оказывается непосредственно в стационарном лечении, да? Да, да, все верно. Здесь пациент у нас находится… Здесь три этажа, в которых расположены пациенты. В целом у нас имеется восемь палат, клиника развернута на восемнадцать коек. Имеются одноместные палаты, двух- и трехместные палаты. Клиника со всеми удобствами, то есть климат-контроль, кондиционер, душевые боксы, вай-фай, цифровое телевидение, холодильник. У каждого пациента имеется наручный браслет для сигнализации. То есть при необходимости врача в круглое время суток они могут нажать. Работает сигнализация, подходит доктор, врач и оказывает соответствующую медицинскую помощь. И на посту всегда сидит медицинская сестра. Да, здесь у нас доктор-невролог, медицинская сестра, она сейчас на процедурах, круглосуточно здесь на посту у нас дежурят медсестры. И днем, и ночью, так как и вечером тоже пациенты находятся, дежурный врач. Здесь же, на этом же этаже у нас расположен операционный блок. Это один из основных для хирурга помещений. Это уже зависит на посторонний вход запрещен? Да, это предоперационная для медперсонала. Медперсонал заходит через эту дверь. У нас есть два операционные. Можете зайти хотя бы вот так сейчас? Или там уже все готовится? Там идет сейчас, готовится к операции. К сожалению, мы сегодня уже не сможем зайти. Пациенты заходят с той стороны, то есть раздельно. Хирурги заходят с этой стороны и проводят там операции. Операционная у нас оснащена современным оборудованием, эндовидеохирургическим оборудованием. Далее мы можем пройти на второй этаж, в котором тоже расположены у нас палаты для пациентов. Также ординаторский кабинет, перевязочная и процедурная. То есть два этажа у вас это данные поцерминические блоки, да? Да. Также имеются палаты на цокольном этаже. Там две палаты. Здесь тоже самое, по аналогии с первым этажом, расположены пост медицинской сестры, палаты. Палаты у нас все стандартные, типичные. Здесь таким образом выглядит одноместная палата. Есть вот эта, по-моему, у вас палата одноместная. Это одноместная палата. Душевой бокс не будем, да? Нет, можно было бы посмотреть. Да, если пациент позволит, саломаться бы. Ну да, все необходимое, как говорится, по уходу для пациента есть, да? Да, здесь все предусмотрены, все удобства для пациентов. И потолочная система климат-контроля, все это управляется через сенсорный экран. Пациенты могут сами... Что добавляет комфорта, условия. Да. Сейчас как раз проводятся процедуры. Вот сейчас сколько у вас коек занято? Сколько всего коек и сколько занято? У нас клиника развернута на 18 коек. Сейчас вместе с госпитализацией 16 пациентов. Вот поступила больная тоже с внематочной беременностью. Двое пациентов у нас сегодня идут на операцию. Ежедневно проводятся 1-2, максимум до 4 операций. И причем здесь большинство, то есть более 90% операций у нас проводятся лапароскопическим методом. Это в основном плановые операции? Или вы принимаете еще пациентов экстренно? В дневное время с 8 до 5, то есть в рабочее время мы принимаем как плановых пациентов, так и экстренных тоже. В вечернее время у нас прием приостановлен. То есть мы работаем только в дневное время. Круглосуточного персонала, оказывающего помощь экстренным пациентам, у нас нет. То есть иностранные граждане тоже могут обращаться? Не обязательно только к экстренции, да? Конечно, к нам очень часто обращаются пациенты из Казахстана, из вот этих приграничных областей. В принципе клиника оснащена всем необходимым оборудованием, да? Но есть к чему стремиться? К чему вы стремитесь? Какие у вас еще планы, задачи стоят перед вами? Да, конечно. Чтобы сегодня медицина очень бурно развивается, с внедрением цифровых технологий, различных высокотехнологичных медооборудований. И соответственно стоять на одном месте нельзя. Очень большая конкуренция. Надо идти в ногу со временем. У нас в дирекции разрабатывается план развития клиники на ближайшие три года. Мы сейчас постепенно, поэтапно начинаем работать по этому плану. На будущее у нас планируется расширить приемные кабинеты, расширить дополнительное оборудование. То есть в планах руководства здесь установка аппаратов магнитно-резонансной томографии, цифровой рентгенографии. В этом случае у нас уже будет оказываться диагностическая помощь уже круглосуточное время. То есть это очень будет удобно для пациентов, которые расположены в южной части города. Сколько человек у вас здесь работают? Какую квалификацию? Какой опыт работы они имеют? В клинике в целом сотрудничает 26 сотрудников. Сюда входят как основные работники, так и совместители. Совместители – это наши дежурные врачи и медсестры. Среди персонала у нас имеются три отличника здравоохранения, два врача с ученой степени, кандидаты медицинских наук. На сегодняшний день, согласно требованиям Минздрава, все сотрудники должны иметь соответствующую сертификацию, специализацию. Если раньше это не учитывалось в частных клиниках, то сейчас мы ведем работу в том плане, что пациенты, все наши сотрудники, не пациенты, а все наши сотрудники, включая врачебный и медицинский персонал, должны пройти специализацию, квалификации, повышение квалификации, набор часов соответствующих, с последующей сдачей документов на категорию. Сейчас у нас из врачей трое врачей имеют высшую степень, четверо врачей имеют высшую квалификационную категорию. Это два хирурга – анестезиолог и врач-невролог. Остальные врачи имеют первую, вторую категорию врача. Субтитры создавал DimaTorzok